виталий приветствую тебя очередная встреча обсуждаем рынки технически фундаментально говорим о ключевых событиях если на повестке опять же прям актуального выпуска есть такие либо есть планы опять же увидеть мощные фундаментальные отсчеты последующей торговой сессии сегодня предлагаю собственно обсудить такой традиционный набор инструментов я затрону индекс доллара потому что опять же американская валюта сейчас может быть самый обсуждаемый инструмент в свете вот этих действий которые потенциально могут быть предприняты американскими властями по повышению ставки тогда на рынке до сих пор нет единой точки зрения пойдет ли фрс дальше на еще одно повышение ставки либо все-таки мы вот так и будем наблюдать за ставкой 5 5 процентов в сша до конца этого года там наступит время когда придется уже спекулировать на идее того что ставку начнут снижать но не будем забегать настолько вперед все-таки поближе к текущим реалиям можно поговорить так по поводу экономического календаря сегодня на повестке роничные продажи ну не думаю что этот отчет станет каким-то источником полученной волатильности доллара возможно скорее всего более интересным плане влияния на доллар будут протоколы последнего заседания федрезерва они выйдут на завтра ну и в целом наверное уже ждем симпозиум джексон холли следующей неделе что-то скажет паул в принципе этот форум известен тем что принимаются какие-то важные решения от федрезерва мы помним когда-то давным-давно там были анонсированы программы количественного смягчения там были свернуты как решение меры экономической поддержки кто знает может быть в этот раз а паул тоже приготовить какой-то сюрприз и прям как заявит о том что все текущий цикл ужесточения монетарной политики скорее всего будет завершен и месяц-два и соответственно рынком нужно уже привыкать к пиковой процентной ставки или как говорят представители федрезерва ставки которая достигла уже достаточно ограничительного уровня давай демонстрация экрана у меня сегодня старый добрый набор инструментов я сегодня хочу обсудить индекс доллара также посмотрим на золото и затрону еще британскую валюту я думаю что это уместно делать сейчас потому что на этой неделе прежде всего куча отчетов по английской экономики вот сегодня данные по рынку труда уже позади завтра по моему отчет по инфляции и по конец недели еще будут ироничные продажи я за британцем наблюдаю очень давно хочу прям визуализирую хочется увидеть его подороже текущих уровней и я настраиваюсь на то что банка англии останется пожалуй еще наверное последним среди всех центральных банков который будет вынужден ужесточать монетарную политику снова и снова ну как минимум прямо на каждом заседании до конца этого года вот демонстрация экрана так индекс доллара текущей котировки 102.89 индекс долларов продолжает развивать восходящую динамику причем я не меняю свою позицию я считаю что на фоне последних данных полном фармплэллс из-за того что базовая инфляция всего же показала символичное снижение с 4.8 до 4.7 процентов из-за того что есть предпосылки что базовая инфляция будет снижаться дальше я делаю вывод там об этом из-за изменения цен на поддержанные автомобили которые вносят свой вклад в указатель базовой инфляции думаю что у американского регулятора ну по-прежнему нет причин чтобы повышать ставку дальше я очень хотел бы в свете вот того что данные по инфляции уже прошли послушать что обо всем этом думает пау потому что рынок уже устал реагировать на отдельные заявления представителей федеризирова потому что они прям очень сильно разнятся часть представителей фрс говорят о том что оставка уже достаточно на высоком уровне поэтому снижение инфляции стало самым поддерживающимся бы явлением другие говорят что по-прежнему нужно тащить ставку как минимум до 5 75 сотых процента и там уже смотреть за тем что будет с экономикой дальше и это только запутывает трейдеров и надеюсь то что пау все-таки расставит все точки над и но мы понимаем что его у нас будет возможность выслушать только лишь на симпозиуме джексон холли поэтому нужно ждать до следующей недели по сути конец следующей недели он будет хедлайнером встреч откроет этот форум и надеюсь то что прояснит картину и создаст условия для снижения курса американского доллара поэтому мои представления об долларе как об инструменте который нужно продавать не менять я друзья рекомендую и дальше шатить а вот что касается золота 1905 в прошлый раз мы с тобой говорили о перспективах и потенциале развития нисходящей динамики в принципе мы видим то что золото действительно все ниже и ниже каждую неделю золото обновляет локальный минимум и сейчас прям рукой подать до поддержки 1900 долларов за тройскомунцию новостной фон сразу хочу сказать за то чтобы прям золото дальше шатить это сантимент который не меняется уже в неделе две наверное толпа в покупках и думать что минимум уже достигнут его должен быть разворот по собственному опыту могу сказать что пока рынок не сходит туда где толпа начнет верить в развитие нисходящей динамики мы не увидим разворота текущей тенденции и нужно чтобы конечно же вот этот слом рыночных настроений произошел и он обычно происходит на серьезных импульсных движениях тем более мы сейчас подошли к поддержке 1900 я не удивлюсь если когда мы его протестируем будет такой резкий рывок вниз там долларов на 15 может на 20 и вот после этого может быть рынок одумается начнет меняться настроение и там уже можно будет искать точку входа на покупки но это уже обсудим с тобой в следующий раз пока что потенциал снижения есть и я думаю что ниже 1900 долларов мы точно уйдем сантимент еще раз отмечу рост доходности американских облигаций на стороне продавцов и мы видим то что очень много денег прямо утекает рекой из-за эти фондов золотых институционалы не доверяют уже ну по крайней мере сейчас не верят золото поскольку количество спекулятивных позиций сокращаются каждую неделю уже на протяжении четырех недель подряд и еще виталий британская валюта текущей котировки 12709 буквально несколько минут назад вышел отчет по рынку труда из всех компонентов данного блока данных количество обращений сокращения числа занятых уровень безработицы мне прежде всего был интересен показатель роста заработных плат потому что этот отчет напрямую влияет на инфляцию и здесь вот что нужно сказать что средняя заработная плата в англии за исключением премий выросла семи с половиной до семи и восьми процентов включая премии выросла семи и двух до восьми и двух ну по сути на один процент и рост заработной платы он как минимум говорит о том что инфляция в англии будет оставаться ну примерно на тех же самых уровнях которые мы видели в июне а может быть даже при такой динамике заработной платы мы можем увидеть и возобновление восходящей тенденции что заставит конечно же банк англии активнее бороться с этим ростом инфляции уже значая монетарную политику пятницу вышли данные по ввп помним цифры хорошие квартальный показатель лучше чем ожидали чем видели в предыдущем квартале годовой показатель тоже неплохой то есть британская экономика миновала рецессию и это должно вселить больше уверенности в банк англии чтобы на текущем этапе попробовать задействовать все что есть в инструментарии и ужесточить политику я прям настаиваю потому что нужно повышать ставку на 50 байс на книгу иначе проблему с инфляцией уже не решить короче я по фунту оптимист считаю что локальный минимум мы уже достигли будем постепенно выбираться вверх если доллара оступится в ближайшие торговой сессии начнет развивать нисходящую динамику то тогда замаячить уровень 1 30 по фунту против доллара прям в перспективе ближайших недель так питали на этом передаю слово тебе всех приветствую давайте пройдемся по рынку выскажу свое мнение пройдемся по прошлым идеям видно сейчас мой экран когда видно хорошо давайте поговорим по паре доллар рубль да сейчас это топ номер один в обсуждениях в пабликах фейсбука шуточки уже пошли на там удобно считать по 100 рублей на там да ну так что что по рынку в прошлый раз когда мы с тобой общались у меня было такое мнение по по рублю вот это то что был ключевой уровень для меня это 91 30 91 50 условно я говорил что ниже данного уровня я вижу возможное снижение данной пары если выше закроемся то рост пары да то есть мы торговались в то время это было где-то во второй половине июля ниже данного уровня там было небольшое снижение всего там около под один под один рубль да но дальше пара смогла закрепиться и пробить этот ключевой уровень о котором я говорил то есть и это нам открывало дорогу к 100 100 рублям за доллар да почему я думал что эта коррекция возможно там раньше закончится но также приводил котировки не только по московской бирже сейчас показываю да там где был максимум в районе 120 рублей я приводил котировки по рублю с биржи которые показывают что пик в двадцать втором году весной был в районе 150 да там был перерасчет наличных курсов то есть был диск то есть был более правильный расчет курса рубля по отношению к доллару этот момент мне подсказали там некоторые ребята если считать пик 150 и минимум в июне 22 года 50 это получается 100 рублей разница и по отношению к этим 100 рублям у нас коррекция 50 процентов это в районе 100 рублей получается если натянуть фибоначи в принципе вот эта коррекция которая у нас есть она как раз достигла вот этого уровня вы 50 50 по фибоначи на коррекции не исключаем что она может быть и выше на текущий момент у нас мы достигли вот этого уровня сопротивления плюс уже видим что зашевелился цб там хотя до этого странно он как-то ноль 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 на массу как говорят да извиняюсь за выражение и на текущий момент вот вчера пошли моменты по поводу того что возможно сегодня ставку поднимем хотя ставку принципе и так нужно поднимать в расчете на то что инфляция в принципе немножко подросла плюс какие-то возможно цб будет делать интервенции на рынке и поэтому мне кажется что рубль вот вчера показал такой если свечной анализ смотреть у нас пин-бар такой мощный появился до этого у нас был пин-бар только в этом районе 10 июля была маленькая коррекция сейчас мне кажется вот этот такой порог 50 по фибоначи плюс психологический уровень 100 возможно у нас отсюда пойдет такое более сильное укрепление рубля насколько оно будет сложно сказать но я думаю существенное будет укрепление поэтому вот такое видение у меня по этой паре на ближайшее время сколько оно будет там в район снова 90 80 я думаю возможно мы сделаем глобально конечно если смотреть там в диапазоне несколько лет я думаю что вот это все происходит коррекция и дальше мы будем 100 150 250 как как и предсказывал степан геннадьевич принципе его прогнозы отработались по поводу 150 дальше посмотрим что касается евро доллара да то есть мы прошлый раз с тобой обсуждали эту пару то есть там индекс доллара и евро доллара но без разницы я в прошлый раз активно советовал шортить эту пару то есть в районе там 1 10 мы торговались плюс-минус она в принципе давала чуть-чуть заработать но в конце прошлой недели пятницу и понедельник я перевернулся по этой паре и неудачно потому что она пошла на такой такой вынос вот этих минимумов поэтому до этого если бы я придерживался своей скажем свое видение рынка то получилось было неплохо заработать я перевернулся и на текущий момент у меня сот сложные отношения с этой парой пока не могу определиться в такой перспективе куда я ее вижу потому что если смотреть на индекс доллара то мы поглотили в июле августе текущий текущий рост который у нас есть мы поглотили предыдущий импульс который у нас был вот вот это падение вниз то есть это говорит о том что глобально индекс доллара скорее всего развернулся в лонг то есть это были уже минимумы в районе 99 там с половиной и мы больше туда не должны по идее идти поэтому вот этот рост который у нас произошел наверх это расчерчиваю как импульс буду ждать какую-то коррекцию по данной паре там или евро доллар и и дальше искать точки входа на на глобальный рост конечно можно с текущих плюс минус искать какие-то точки входа на на коррекцию по индексу доллара вниз или там по паре евро доллара вверх что это будет за коррекция это конечно длительное время будет потому что куча разных комбинаций у нас большой импульс и здесь могут рисовать что угодно плюс у нас вот последнее движение которое наверх было вот отсюда это тоже похоже на импульс сейчас возможно маленькая коррекция кто хочет работать и дальше я буду ждать окончания этой коррекции плюс минус сколько это будет там 50 100 пунктов и дальше работать на рост по по данной паре и дальше смотреть какая реакция будет за максимум ну за максимум который у нас был 103 там 25 вот этот уровень короче вот такие вот такое мне мнение по по индексу доллара пока сложно по поводу дальше что у нас мы еще в прошлый раз обсуждали золото по золоту аналогично мы с тобой видели шорт когда мы торговались в районе там 1940 плюс минус принципе мы неплохо отпадали в нас видно что сформирован очень сильный тренд ну имею ввиду не сильный а четкий тренд вот если нарисовать трендовую линию и на текущий момент мы находимся как ты отметил возле такого ключевого уровня и если здесь что-то нарисуется какой-то ложный вынос данной данной зоны то возможно будет работать на на коррекцию по золоту вверх да вот в таком формате мы уже достаточно и по циклам подходим к возможному развороту данного снижения поэтому я пока уже бы здесь конечно шортить на минимумах тренда сложно я бы здесь ждал какой-то развязки и дальше принимала решение после вот слома этого тренда после формирования модели какого-то паттерна на покупку вот тоже пока вот выжидаю по этому инструменту дальше что у нас еще было прошлый раз это snp 500 snp 500 я говорил шортить ниже вот этих ключевых уровней 45 там 50 плюс минус мы принципе чуть-чуть отпадали да не глобально пока в принципе я придерживаюсь дальнейшего снижения поэтому пока мы находимся ниже вот этих ключевых уровней я бы работал на снижение но тоже как-то они чуть-чуть подворачивают этот инструмент и по некоторым индексам допустим тот же dow jones я начал его уже покупать по чуть-чуть поэтому здесь тоже такое у меня мнение сложное чтобы еще добавил такого интересного по натуральному газу наконец-то он отработал те цели которые я ранее анонсировал то есть еще когда мы торговались в районе там два пятьдесят два семьдесят говорил цели три доллара по натуральному газу и дальше вижу кто ранее не покупал среднесрочно стоит тоже набирать потихоньку натуральный газ я думаю что он еще покажет какие-то максимумы у нас здесь развивается такое достаточно сильное движение не исключаю что оно уже закончилось вот этим импульсом но все-таки я бы подбирал натуральный газ с текущих плюс там на коррекционных движениях и пока мы находимся выше вот этого тренда который у нас сформирован да я бы работал только в лонг по данному инструменту тоже касается в принципе и нефти марки бренд у нас в принципе мы с тобой последнее время работали только на укрепление нефти ввиду сокращения и некоторыми странами сокращение добычи нефти с аудитами они добавили тоже немножко плюс мы мы добили до достаточно сильного уровня сопротивления 87 я думаю что от этого уровня у нас ближайшее время будет развиваться возможная коррекция поэтому спекулятивно можно попробовать аккуратно работать на коррекцию по данному инструменту и дальше когда эта коррекция закончится уже по факту будем смотреть на работать на среднесрочное укрепление я думаю что дальше мы будем возможно там где-то под 100 укрепляться по данному инструменту с текущих стоит ли покупать нефть я бы не рисковал так как у нас уже практически полтора месяца идет роста и какую-то техническую коррекцию нужно плюс у нас видно что мы забуксовали в районе 87 да я кстати сегодня на своем брифинге рассказывал что предпочел на текущем этапе выйти из нефти из-за того что сегодня меня напугали данные по Китаю да да вот Китай практически по всем параметрам он у него сейчас и ставочку понизил и видим что инфляция ушла вниз то есть получается у нас дефляция получается потом розничные продажи как бы в плюсе вышли да но ниже предыдущих данных плюс у нас скрыли данные по безработице средней молодежи то есть то есть это говорит о чем что там плохие данные да ну и плюс там сектор недвижимости очень в плохом состоянии поэтому возможно вот это будет доходить до трейдеров и не как-то будут выходить да я тоже такой же поддерживаюсь логики что вот этот фон должен как-то повлиять и стать причиной вот этой коррекции о которой ты говорил да плюс да да плюс там еще тоже там какие-то проблемы вот в прошлом году помнишь этот Evan Grant да были проблемы там тоже снова какой-то застройщик или кто тоже не выплачивает купоны по облигациям тоже там большие суммы короче нас ждет двадцать четвертый двадцать пятый год очень сильные такие турбулентность мало не покажется но с 2008 по волоснице включать не будем да хорошо на этом принципе у меня по идеям все спасибо виталий за твои рекомендации точку зрения за то что обсудил рынок нашел время подключиться тогда следим за развитием событий ждем отчета о которых друзья говорили сегодня и уже обсудим снова что на рынках изменится к следующий вторник как раз буквально за пару дней до начала симпозиума в джексон холли и далее спасибо тебе тоже хорошей торговой недели и хороших отдых пока пока удачи спасибо 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 Продолжение следует...